...предактор доклада. Слово доклада предоставляет Лидия Алексеевна Испиридоновой творчеству горького и восстановления социалистического реализма. Классики не убирают. Беспощадное время лишь по-новому высвечивает те мысли, которые актуальны в любую эпоху. Это касается и горького, мыслителя сложного и неоднозначного, писателя бесспорно великого. По сторонам назвал его океаническим человеком пояснили, что он крупен своим сердцем и своим истинным патриотизмом. Поражает битанский масштаб личности писателя и необъятности его творческого наследия. Брозаев, драматург, публицист и критик, написавших более 80 томов собраний сочинений, которые до сих пор не издавали. Автор 20 тысяч писем, адресованных политическим и общественным велителем, писателем и ученым всего мира, а также начинающим литератором, рабочим и колхозником, домохозяйком и детям. Горький переписывался и говорили со всеми выдающимися людьми своего времени в России и за рубежом. Один только перечень адресатов свидетельствует не только о широте интересов, но и о всемирной известности писателя. Горьесник революции, политический и общественный деятель, прошедший путь от участника социал-демократического движения 1898 годов и активного деятеля первой русской эволюции до членов ЦИК СССР, огражденного Орденом Ленин. Горький успешный издатель, основавший в России за рубежом несколько издательств, нашедших в истории книгу Печапания, знания, издательства Ладышникова «Парус», издательства Шредина книга «Всемирная литература Академия». Инициатор и создатель серии книг, библиотека поэты истории гражданской военной истории, фабрика заводов, жизнь замечательных людей, газет, журналов, ракмонахов, которые существуют до сих пор. Один из последних просвидетелей своего времени. Горький начал работу с внедрением культуры в самые отсталые слои народов с созданием народного дома в Нижнем Новгороде. В 1909 году он был одним из организаторов капризской партийной школы для рабочих пропагандистов и до конца своих дней учителем и наставником, начинающим писать их народом. После 1928 года Горький стал организатором всего культурного процесса ЛСЦР. По его инициативе созданы литературные институты, институты мировых литературы, реорганизованы, берем, и возникли многочисленные учреждения культуры, носящие имя Горького. Наконец, он был основоположником нового направления в русской литературе, которое советские идеологи назвали социалистическим реализмом. Синтез реализма, романтизма и социалистического мифотворчества, характерный для произведений Горького, начиная с 1906 года, сегодня чаще всего именует новым реализмом, а в жилописи даже романтическим реализмом. Весной 1932 года, когда картины, чиновники и писатели по указаниям Сталина создавали теорию единого метода советской литературы в войке еще живых сороках. Тем не менее, его объявили основоположником социалистического реализма, а написанным в 1906 году в Америке «Повесть мать» в его первом произведении. Эти оценки надолго закрепились в советском литературе ведения и дожили до наших дней, постоянно мелькаясь средством массовой информации, в пособиях по литературе современного века и в историях русской изображенной литературы. И хотя в конце XX века резко изменилось представление о литературном процессе и были разрушены методологический током марксизма и единизма, стереотипы советских лет мешают читателям разглядеть в первом пролетарском писателе и ставположении социалистического реализма большого художника-новатора, который с первых дней своего творчества создавал искусство, соответствующее требованиям эпохи. Певет свободного человека и его разума Борький показал миру, Россию и русского человека во всем многообразии с гордостью его национального характера. Куприн писал «Россия — это не Европа и не Азия, это страна самых неожиданных решений, это право Стивана Радина, где жадкости, самоотвержения, отлости и страши, скрутости, презрения и смерти так удивительно переплелись, как нигде в мире. Вот тут-то он и весь горький». Главное художественное открытие писательное постижение России и ее народа. Начав с феноменов осячества, Борький изобразил все типы русского человека, от пролетарского революционера до либерального интеллигента, от задумавшегося купца, которого тягасил бесценную жизнь, до мечтателей страны. Ходя не только по Руси, но и по всем этажам социальной лестницы, писатель талантливо изобразил царских санатников и большевистских лидеров, миллионеров и насеков, известных писателей, артистов, художников, музыкантов. Никто другой не смог с такой глубиной проникнуть в душу народа, которая сравнивала то с неуправляемой морской стихией, то с богом чудотворцем, то с Иванушкой-дурачком, стремящимся в небо, смерть за мысль недостижимой и жаркой тихийцей. Мир художественных образов у Горького, то романтический, красочный, то безжалостно грубый, всегда неповторимый, звучащий и живой. Ремезон писал, «Горький подлинг на стеслово идёт в ряду с Чеховым, который своей тихой горечью не менее нужен для человеческой жизни, как и горьковское гордое создание человека, без чего дышать нечем. Слово у Горького от всего густующего сердца». Говоря в 1931 году, о роман с начинами Горького художника, Горького начальства назвал его первым по времени и по рангу пролетарским писателем. Но был ли Горький таким писателем? Ведь его посильники, грузчики, пеновольники, рыбаки, пекари, плотники и даже наборщики, машинисты, парамбозов не пролетарий в обычном классовом смысле слова. Любим пролетарий, он тоже изображал в них первых садий, в 19-м летом назовём хотя бы Жоржа и пол, это почерк, от которого из мира бывших людей тоже заметна гомонтизация отвержена. Или жанры Штеннер и жанры Петюрус, которые сражают Горького ещё в 1898 году критикой нах. В том же году, Собичевский заметил, что от горьковских героев цитируют, «и не пахнет тем, что на западе известно под именем пролетариата». Перед нами явление самобытно-русское, исконно-историческое, подобно которому в настоящее время вряд ли можно пройти где-то не было. Литература о рабочих и не рабочих, возникшая на западе задолго до начала творчества Горького, существенно отличалась от ранних рассказов писателей, прежде всего художественного уровня и философской наполненности. Протестуют против стремления на львить Горького в костюм первого пролетарского писателя. Критик, уже недельник, в ней же писал, что мерка, по которой сшит этот костюм, подошла с таким же успехом и Джаку Лондону, и Огену. Причины претензий и Горького пролетарского революционного движения непонятны. Оппозиционно настроены кругаморского общества, в том числе марксистам, были близки павцы свободы, утверждения ценности личности человека с большой буквы, прославления революционной гури, характерной как приметы времени и для творчества Горького. Горький был одним из тех писателей, которые приветствовали «смерть» в кавычках критического реализма, о чем он писал в Чехове. Как известно, его ранее рассказы о задаче Микровенко, который не знал, кем выступает для их автора, реалистом или романтиком. Они и вправду были написаны как будто разными писателями. Достаточно сравнить рассказы старых из реви и насоли, созданные почти одновременно, чтобы понять, насколько различны их образность и стихи. Можно сказать, что реализм и романтизм сосуществовали в раме творчества писателя ряда. Романтических героев «Танков», «Сокол», «Буревестник» и философствующих «Госиков» в творчестве Горького вскоре сменил новый герой, человек труда, активно протестующий против угнетения и насилия. Главное художественное открытие писателя во второй период творчества сделано, повезя мать и исполнить их есть враги. Социалистическая идея лежащей их основе придает произведение нефотворческий характер, а реалистическое изображение рабочих с наблок герсорными, борьбы нелюбимых колоссовых врагов или описание эсетского забота и сельского кресла ухода полны реальных жизненных деталей. Фактически в этих произведениях Горький впервые попытался создать синтез реализма и романтизма в рамках одного произведения. Прочитав повесть мать Леонид Андреев писал то, что здесь считают своим падением социал-демократ увлекается политикой и отдал и талант пак один только я верно оцениваю как новый подъем на огромную и в уголовную высоту. Он имел ввиду попытку Горького создать новый художественный метод, соединяя воедино романтическую мечту о социалистическом будущем, поиск героя времени, рабочий революционер, инноваторские приемы его изображения. Анализируя исповедь, Межель и его, который сегодня выступит, определил своеобразие повести как оригинальный синтез миджанства и марксизма. Он, кстати, перевел и исповедил недавно вышел новое издание. Несмотря на отрицательные отцы на критики и утверждения о конце Горького, писатель продолжал двигаться по пути по пути синтеза реализма, романтизма и социалистической идеи. Эти черты отчетки вырубили в сказках обыкновенных. Колоритное описание итальянских городов и островов, мастерски сделанные портреты рабочих, крестьян, рыбаков, солдат, торговцев позволяют назвать писателем реализм, верно рисующим чужды ему жизнь. Но цикл присущий другая сорт широко использования символистской образности для создания мифа о счастливом будущем человека труда при социализме. Реальные события описаны иконки забастовка тропающих встреч детей с голодающим паром, строительство символского туннеля Волонии и крестьян Волонии подчинены определенной художественной задачей показать, что все мы ведем к свободе. Рисуя будущей Италии в свете социалистического идеала, писатель создает неклонизированный коллективный портрет народа на фоне романтического изображения природы. Море и солнце в сказках Хакталии символы, играющие сюжетно образующую роль. Будь уравнив понятия солнца и жизни, пользуясь приемами характерными не только для фольклора, но и для поэтики символизма. Социальный романтизм писателей сказывается в идеализации идеи социализма, который был включен в тот период. в том, поэтому Хакталии он подмечает все праведливые солидарности людей тогда, им бескорыстие, товарищескую взаимопомощь, энтузиазм и доброту. Восторженный им новому человеку, который растет в народе, окрашивает романтический татан итальянские очерки, которые писатель называет сказками. Концепция человека-творца, активно перестраивающего мы, мир и себя, будет углубляться и трансформироваться в зрелую творчество Горького. Следующим этапом уравнивается его художественным методом стала автобиографическая трилогия детства в людях и моего университета. На материне собственной жизни Горький мастерски вышивает художественные произведения. Главные мысли которых человека создают активное сопротивление среди и постоянное самосовершенствование. Показывая рождение нового героя в метод и старого строя, писатель уверяет, что, несмотря на 800-й мерзость жизни, в России цитирует «Победа прорастает, яркая, здоровая, творческая, растет добрая человечество». Чтобы передать сложную морально-философскую группу мать и трилогии, Горький использует мифологию и символику для нерусских житей героическую притчу о легории. Алеша Кешков не просто мальчик, а Алексей Божий человек. Бабушка и дедушка выражают мировоззрение двух противоположных типов патруисты, хористов, и даже двух душ восточной и западной. В трилогии можно заметить даже силу бессознательного поюма. Книга, как сила, защищающая человека от цены духа, становится главной в духовном развитии маленького героя. Американские исследователи, большие, которого сейчас вы услышите после меня, «Рассматривая користь детства с точки зрения развития религиозного сознания», писала Ольга, «Автогиография сама по себе является менее важной, чем идеей, которую он пытается вытянить, и метод, с помощью которого он так делал». Обратим внимание на слово «метод». Можно сказать, что именно в таком автобиографической привой Гольф наконец достиг успеха в создании новаторского метода изображения действительности с точки зрения будущего. Географические, литературные и исторические контексты образовали сложный синтез, в котором сплетаются велика метод и сила факта. Творя миг о себе саму, писатель подчинил все реальные факты определенной художественной задачи, показать рост нового человека География старался строить. Гольф проповедовал активность души, поспевал подвиги, героя, способного перестроить мир по законам справедливости и разума. Он посвоенно понимал идеи социализма, видя в ней не только религию пролетаря, но и способ гармонического устроения мира человека. расходясь большевиками лидерцами в оценке октября, он осуждал и красный пёго-террор и неоправданное насилие предупреждая, цитирует, великое счастье свободы не должно быть омрачено преступлениями против личности, иначе мол в нем свободу своими руками. Опасаясь за судьбу России, писатель немыслин социалистическую революцию без революции культуры. В 30-е годы новаторские на особе истинное творчество Горького воспользовались советские идеологи, которые объявили его основоположным консоциалистического реализма. Документально доказано, что к названию основного метра советской литературы родившимся в кабинете Сталина Горький не имел никакого отношения. На заседании комиссии Борьбюро, где присутствовали писатели из Рапа, Лапа, Морпа, Афиногенов, Кершон, Есенский, Ириш и другие, социалистический реализм был утвержден как творческий метод советской литературы. Горького на этом заседании не было, но председатель стоящий Костышев заявил, что метод возник в его творчестве задолго до октября. Писатели, вернувшемуся из старин 25 апреля 32-го года, ничего не оставалось, как принять очередной, можно сказать, подарок дождя. Однако Борьбюр всегда радовался вожданообразии художественных стилей и неограничил творчество писателей партийной пропаганды. Уборно называясь в связи с партией, он неоднократно выступал против руководящей верхушки Союза писателей, пытающейся подчинить культуру партийному диктату. Союз писателей, возникший при его непосредственном участии, горький мысль, как добровольное содружество писателей самых разных направлений, объединенных единой целью. Вот его слова «пропагандировать лучшие идеалы лучших людей человечества». А партийности здесь ни слова. Кажется, самой до конца жизни так и не смог черт-каш удивить сущность нового мира, именуя его чаще всего социалистическим романтизмом. В 34-м году в статье «Обойкости» «Колька писала». Революционный романтизм это в сущности псевдонимы социалистического реализма. Но самое главное, в годы советской власти писателей не создал ни одного художественного произведения «Кольго-принципа». Рекламируя новый метод публицисты из советских лет, в собственном творчестве Горький Астарод смелит свое собственное взгляд. Топы социалистического реализма, разработанные в партии начинал и после смерти писателя, не имеет ничего общего с его художественным миром, но хотя бы с жизнью Глина. Вокруг личности и творчества Горького не раз возникали жадные споры, так как он всегда был на первом крае острой биологической борьбы и по собственному слабам любил вмешиваться в число драйвов. Не потому ему постоянно доставалось и справа и слева, достаётся и сегодня, но пережив испытания громкой слабой и самой разрушительной критикой, он остался в истории мировой культуры как классика не только советской, но и русской литературы. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.